Бисмиллахи рахмана рахим, вассалату вассаламу аля ашрафи л-эмбия и вальмурсалин, набийина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбе и ажмайин, именем Аллаха Милостивого Милосердного, мир и благословения Всевышнего, славному пророку и посланнику Мухаммеду, его семье и верным сподвижникам. Священный Коран – последнее небесное откровение, которое в течение 23 лет неспосылалось уроженцу аравийского города Мекки, прямому потомку Авраама, Мухаммеду, мир ему и благословения Аллаха. Коран подтверждает правдивость предыдущих небесных писаний, величайшими из которых были Тора, Псалтырь и Евангелие, неспосланные, соответственно, пророкам Моисею, Давиду и Иисусу, мир им и благословения Аллаха. Коран отменил законы предыдущих посланников, исполнив тем самым древнее библейское пророчество «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты», обещал Всевышний Господь своему избраннику Моисею. «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. Кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, «С того я взыщу». Таким образом, пришествие Мухаммеда, мир ему и благословение Аллаха, стало исполнением этого пророчества из книги «Второзаконие». Он родился среди арабов, приходящихся братьями-израильтянам. Он пророчествовал именем Всевышнего и говорил то, что было велено ему. Он исполнил пророчество Моисея, равно как и пророчество Иисуса Христа, мир им и благословение Аллаха, дабы люди слушались его во всем. Он утешитель, пришествие которого предвещал святой пророк Иисус. «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек», говорится в Евангелии от Иоанна. Мухаммед был тем самым утешителем, духом истины, который явился к нам, чтобы наставить нас на всякую истину, ибо не от себя он говорил, но говорил то, что слышал. Он передал человечеству послание Божье, мудрую проповедь для благоразумных, благую весть для праведников, суровое предупреждение для грешников, правдивое повествование о событиях прошлого и будущего, свод законов для всех тех, кто возлюбил Господа и смирился перед Ним с благодарностью, любовью и надеждой на милость и прощение Всевышнего. Коран – это Слово Божье, которое очищает и облагораживает душу человека, принося ему покой и уверенность в завтрашнем дне. Коран оживляет душу подобно тому, как сама душа оживляет безжизненное тело. Кораническое чтение не оставляет равнодушными сердца тех, кто способен слушать и разуметь, потому что оно настроено на волну человеческой души. Оно приносит исцеление тем, кто уже уверовал в него и распахивает врата к спасению перед теми, кто еще не сделал этот выбор. Поэтому чтение и изучение Корана считается одним из самых славных форм богослужения. Верующие, познавшие сладость коранического слога и то удовольствие, которое человек испытывает от чтения Слова Божьего, постоянно держатся в обширной и благоуханной тени этого писания. Они размышляют над его стихами, которые называются аятами, знамениями. Смысл этих знамений проникает в их души, совершенствуя их и избавляя их от любых пороков и недостатков, подобно тому, как лекарство избавляет от болезни тела. О пользе чтения Корана часто говорил пророк Мухаммед, мир ему и благословение Аллаха. В одном из достоверных преданий, упомянутых в сводах Аль-Бухари и Муслима, говорится, «Верующий, который читает Коран, подобен сладкому лимону, обладающему приятным запахом и вкусом. А верующий, который не читает его, подобен финику, у которого нет запаха, но который сладок на вкус». Лицемер же, который читает Коран, подобен душистому рейхану, распространяющему приятный запах и горькому на вкус. А лицемер, который не читает его, подобен коллаквинту, не имеющему запаха и горькому на вкус. В другом хадисе, упомянутом в тех же сводах, говорится, «Тот, кто читает Коран искусно, прибудет с благородными и благочестивыми писцами, ангелами, а того, кто читает Коран запинаясь, так как он труден для него, ожидает двойная награда». В этих прекрасных хадисах, в высказываниях пророка Мухаммеда, подчеркивается польза чтения Корана на арабском языке, на том языке, на котором он был ниспослан много веков назад. С тех пор в тексте этого писания не было сделано ни одного изменения. Ни одна буква не была вписана в него или удалена из текста, в чем можно легко убедиться, сравнив текст имеющихся у нас экземпляров Корана с древнейшими манускриптами VII века, хранящимися в Стамбуле и Ташкенте. Чтение священного Корана на арабском языке приносит пользу даже тем, кто не понимает смысла аятов на этом языке, подобно тому, как лекарство приносит исцеление тем, кто не осведомлен о механизме его действия. Однако высшего смысла чтения Корана, размышления над его мудрыми аятами невозможно добиться, не познав их значения. С этим связана острая потребность в переводе смыслов Корана на все мировые языки. Благодаря существованию таких переводов люди получают возможность познакомиться с посланием своего любящего Создателя, который не оставил своих рабов блуждать во мраке невежества и заблуждения, а указал им на прямой путь, ведущий к нему. Первое же знакомство со Священным Кораном убеждает читателя в том, что он продолжает древнюю авраамическую традицию единобожия. Она призвана объединить человечество, положив конец вражде и распрям, злу и несправедливости. Она проста и правдива, доступна и ясна каждому, кто искренне жаждет истины. Эта традиция обращена к каждому человеку, ибо каждый из нас нуждается в осознании своего места и предназначения, и не может медлить с ответом на вопросы, кто мы такие, откуда мы пришли, куда мы направляемся и зачем. Ответить на эти извечные вопросы путем опытов и экспериментов нам не дано. Но, как сказал один европейский мыслитель, если чувство цели действует лишь в рамках пространства и времени, тогда цель, ради которой я являюсь тем, что я есть, обнаружится лишь впоследствии, когда я уже стану чем-то другим. Истина непременно откроется каждому из нас, когда мы предстанем перед нашим Создателем, но в познании ее мы нуждаемся в этом мире, чтобы приготовиться к долгому путешествию с билетом в один конец. И эта истина, смысл нашего существования, раскрывается в традиции единобожия. Существование у Вселенной единственного Творца Коран объясняет логическими доводами. «Аллах не взял себе Сына, и нет наряду с Ним другого Бога», говорится в суре верующие. В противном случае каждый Бог унес бы с собой то, что сотворил, и одни из них возвысились бы над другими. Коранические аргументы просты и незамысловаты. Коранический призыв ясен и не нуждается в дополнительном разъяснении. Будьте благодарны единственному Творцу, создавшему вас и наделившему вас всевозможными благами. Помните о вашем благодетеле, и не пользуйтесь его дарами для того, чтобы ослушаться его. Посвятите ему высшую любовь и покорность, и не равняйте с ним тех, кто сам нуждается в его милости и снисходительности. Этот прекрасный смысл воплощен в свидетельстве единобожия «Ля иляха илля Аллах», что означает «нет Бога, заслуживающего поклонения, кроме одного Аллаха». Это значит, что нет никого, кого следует любить так, как надлежит любить Творца и Создателя. «Нет никого, на кого можно положиться так, как можно положиться на Него. Нет никого, кто заслуживал бы смирения и повиновения, любви и покорности, молитв и просьб о помощи, кроме единственного Бога, милостивого, могущественного, любящего, властного, мудрого и сострадательного Творца». В многочисленных хадисах пророка Мухаммеда мир ему и благословение Аллаха неоднократно подчеркивается польза свидетельства единобожия. Аль-Бухари и Муслим передали со слов Убады ибн Ас-Самита, что пророк Мухаммед, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Кто засвидетельствовал, что нет божества, кроме Аллаха, единого, у которого нет сотоварища, что Мухаммед – его раб и посланник, что Иисус – его раб и посланник, а также Слово Его, посланное Марии, и Дух от Него, и что рай – это истина, и что ад – это истина. Того Аллах ведет в рай в соответствии с делами Его». В другом предании, рассказанном Ибн Хиббаном и Аль-Хакимом со слов Абу Саида Аль-Худри, сообщается, что пророк Мухаммед, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Однажды Моисей сказал, «Господи, научи меня тому, чем я постоянно буду поминать Тебя и взывать к Тебе с мольбой». Господь сказал, «Говори же, о Моисей, нет божества, кроме Аллаха». Он воскликнул, «Но ведь все рабы твои говорят это». Господь сказал, «О Моисей, если все семь небес с их обитателями, кроме меня, а также семь земель, будут на одной чаше весов, а слова «нет божества, кроме Аллаха», на другой, то перевесить чаша с этими словами». Имам Ат-Тирмизи передал и назвал хорошим хадис, рассказанный Анасом ибн Маликом о том, что пророк Мухаммед, мир ему и благословение Аллаха, сказал, Всевышний Аллах изрек, «О сын Адама, если ты придешь ко мне с грехами, величиной с землю, и предстанешь предо мной, не приобщающим ко мне ничего, то я дарую тебе столько же прощения». Таким образом, последователям чистого единобожия будет прощено многое из того, что не будет прощено другим. Одним из величайших достоинств единобожия является то, что совершенство всех деяний и слов, их принятие Аллахом, а также величина награды за них, зависит от степени приверженности единобожию. Достоинством его является и то, что именно единобожие облегчает рабу Аллаха совершение добрых дел и отказ от грехов, а также утешает его в трудную минуту. Для человека, преданного Аллаху в своей вере и своем убеждении, нетрудны никакие религиозные обязанности, что само по себе предопределяет награду Всевышнего и его благосклонность. Такой человек легко расстается с земными прихотями, если они ведут его к неповиновению и влекут за собой гнев Всевышнего. Единобожие открывает перед человеком двери к величайшим тайнам мироздания, кладези божественной мудрости, в ее познании подлинное счастье, путь к которому лежит через священный Коран. Новый перевод смыслов Корана, который мы представляем вашему вниманию, является очередной попыткой донести до русскоязычных слушателей суть последнего откровения. Осознавая невозможность передачи всех значений этого Писания, мы приложили немало усилий для того, чтобы наш труд оказался полезным для людей, доступным для всех, кто интересуется исламом и в то же время представлял научную ценность. Но совершенство присущее только Аллаху. И мы просим Всевышнего простить нам все ошибки и упущения. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok